Сегодня мы поговорим с вами о комнатных растениях. Узнаем название некоторых из них, особенности строения и вспомним, что нужно для роста растений. Итак, комнатные растения. Для чего они нужны в нашей жизни? Главное, что они делают, это очищают воздух в помещениях. Еще они создают уют в наших квартирах и радуют нас своей зеленью и цветами. Это алоэ. У него сочные и чистые листья с мягкими колючками. Родина алоэ – Африка. Это растение еще называют доктором, потому что сок алоэ хорошо заживляет раны. Его используют и в медицине, и в косметике. Бальзамин. У этого растения есть и другие названия. Ванька мокрый, недотрога, журавельник. Это многолетнее растение в виде куста с большим количеством оранжевых и лиловых цветков. Родина бальзамина – Африка, Индия и Шри-Ланка. Почему его называют Ванька мокрый? Да потому что иногда листья растения становятся немного влажными, и на них появляются капельки. Это происходит при приближении ненастной погоды, или если на улице туман и идет дождь. Это сансиельна. В народе это растение зовут щучий хвост. Оно встречается на Мадагаскаре, Индии и в каменистых местах Африки. В Африке из этого растения делают веревки, канаты и даже грубые ткани. Хлорофитум. Самый лучший очиститель воздуха в помещениях. Хлорофитум. Многолетний куст, похожий на траву с узкими листьями и длинными свисающими усами, на которых появляются маленькие кустики новых растений. Родина хлорофитума – Южная Африка. И растет он там, прямо на коре деревьев. Если хотите, чтобы воздух в вашем помещении был чистым, хлорофитум обязательно должен быть в вашем доме. А это фиалка. Родина фиалки – Африка. Чаще всего можно встретить это растение в Северной Америке и Японии. Листья у фиалок круглые, с мягкими ворсинками. И от этого они кажутся бархатными. А цветы – махровые или простые. Они бывают разных оттенков. И белые, и розовые, и синие, бордовые, фиолетовые и других. Фиалка может цвести целых 9 месяцев и радовать нас своими цветами. Это комнатный лимон. Родина лимона – страна Идия. Это невысокое деревце с гладкими жесткими листьями и небольшими колючками. Цветет он белыми маленькими цветами, из которых потом появляются плоды. В лимоне очень много полезных витаминов, которые помогают нам бороться с разными болезнями. А еще говорят, что лимонный сок помогает против змеиных укусов. Это герань. В народе говорят, герань на окошке с дороги в лукошке. Родина этого растения – Индия и Южная Африка. Цветы у герани имеют 5 лепестков и окрашены могут быть в разные цвета – белый, розовый, фиолетовый, синий. Некоторые виды герани своим запахом отпугивают комаров и мошек. Герань является символом бодрости, силы и здоровья. Кактус. Родина кактуса – Америка. Разновидностей кактусов очень много. Все эти растения многолетние и цветковые. Но у всех кактусов есть иголки. Есть очень длинные кактусы. Один из таких кактусов вырос на 24 метра. Ему было 150 лет. И совсем недавно он был свален гурей. А другой кактус может похвалиться тем, что на нем одновременно распустилось более 600 цветков. Давайте теперь разберемся, что нужно для хорошего роста растений. Посмотрите на картинку и определите, что же необходимо нашему цветочку. Может его прикормить кашей или полить лимонадом? Конечно же нет. Рассажир. Правильно. Солнце. Ему нужен свет и тепло. Чистый воздух. Обязательно чистая вода. А еще земля. А все остальное растению не нужно. А теперь я предлагаю поиграть. Надо определить, от какого растения это тень и назвать его. Посмотрите внимательно на все цветы. Молодцы! Это герань. Следующее растение. Будьте внимательны и постарайтесь вспомнить, как называют этот цветок. Догадаетесь? Это алоэ. Здесь вы наверняка сразу определите, от какого растения это тень. Ну конечно, это как-то. Молодцы! Справились со всеми заданиями. И в конце нашей встречи я хочу подвести небольшой этап. Вы узнали название некоторых комнатных растений, особенности их строения и какую пользу они приносят людям. Попросите своих родителей почитать вам некоторые произведения из предложенного списка. А теперь задание. Возьмите какое-нибудь комнатное растение, которое есть у вас и составьте небольшой рассказ. Можете потом нарисовать это растение, сделать аппликацию или слепить. У кого как фантазия сработает. Удачи вам, ребята! И будьте любознательными! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...